очень часто это применяют в тренировке портретов в руках тоже кстати в руках не я я не честно говоря не это не знаю если модели обрубовок я ни разу не встречал обычно скульптурные какие-то сразу скульптурные но этом но вот как бы как как когда рисует лицо есть такая как бы упрощенная форма лица где как будто нарубленная топором это лицо вот и проходя вот рисуя вот эти обрубовки так называемые начинают человек понимать строение и в руках то же самое происходит чем грубее вы начинаете рисовать руки чем обру обрубовление неправильно обрубление тем в итоге получается все очень прикольно потому что самое важное выдержать количество фаланг да и их соотношение друг другом тоже как раз вот на фалангах и прослеживается вот это вот пресловутое золотое сечение это вот допустим одна вот эта вот маленькая фаланга относится ответ соответственно к это соотносится это к этой соотносится это к это это то самое пресловутое золотое сечение о котором так все много говорят один раз вот это вот понять и все будет орлайт это понятно девчонки волосами подрезать можно это не то что вот просто вот вы сейчас руки и шаг право шаг влево нельзя этого делать можно пожалуйста это залазить туда чернотой да 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 между руками там вот это просто не пока вот такие полу полу свет полу тень полу свет полу тень без без сильных контрастов а когда уже вот уже все будет на мази тогда уже можно будет под контракт под контракт но я что вы держите вот так долго последнего думаю уточняется так тому что если мне нужно будет например там еще бы нужно было руку немножко приподнять или опустить или еще там да что-то с ней а я допустим в раз уже ее там этим контрастом обвел вот то есть я сам себе сам себе просто усложнил бы работу не конечно да у меня же тут с этой стороны видишь там то что показывал фона нету тут и вот эти вот нас и показывал да все все это все потом подчищаться вы не это не не залезли раньше чем нужно темнотой и вот это кстати темнота тоже о чем ты расспрашивал тоже вот но в моем случае она как бы не сильно что-то там решает но если есть возможность и если без нее я не для тебя сейчас человек для для записи чтобы потом это было чтобы если все понятно бывают моменты когда тебе вот нужно да вот например да вот в моем случае для того чтобы допустим чуть-чуть голову уменьшить да и вот я не знаю до какого момента мне еще там расширять волосы то да где-то можно немножечко раз-раз-раз в каких-то местах пройти что ты чтобы понимать величину всего это а здесь в руке но не хватает темноты но все равно же видно да поэтому можно до поры до времени и не лазить